Генеральный спонсор программы Место происшествия Интернет-магазин автозапчастей Евразия Автоплюс Интернет-магазин автозапчастей Евразия Автоплюс Простой поиск, оптовые цены, наличие в магазинах EA43.ru Просто заказать, легко купить Здравствуйте, в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин, смотрите в этом выпуске Смерть в собственном доме В советском районе в пожаре погибли два человека Сначала в троллейбус, потом в отбойник От падения с путепровода по улице Воровского Автоледи на Митсубиси спасло ограждение Вы решили сразу нанести удар? Из-за чего? Из-за ревности Из-за ревности? Приревновало к сожителю Приложите еще, пожалуйста, тому месту, куда нанесли удар Влечет сюда, вот в ногу В Нововятском районе 52-летняя Татьяна Солонгина совершила покушение на убийство Семен, ты есть? Нет, только поверка Поехал на глазах полицейских Ничего не было, оказывается, не ладок, не ладок На улице Некрасова сотрудники вне ведомственной охраны задержали пьяного бесправника на ладе 15-й модели В советском районе в пожаре погибли два человека ЧП произошло в 8 километрах от Советска в деревне Решетниково Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» Пожар произошел около половины пятого утра На место происшествия прибыли пожарные расчеты Это 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники Пожар был ликвидирован После тушения были обнаружены тела 80-летней хозяйки и ее 52-летнего сына Причина их смерти, а также причина возгорания сейчас устанавливаются Следственный комитет проводит проверку В Вязкополянском районе в городе Сосновка вспыхнул жилой кирпичный дом с рубленными постройками, хлевом и баней В пожаре сгорели крыша дома, хоз постройки, потолок, обгорело домашнее имущество В тушении принимали участие 11 человек, причина пожара устанавливается В Новоярском районе 17 марта без вести пропал 12-летний Вадим Исупов Его приметы – рост 150-155 см, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза Был одет в черную куртку без капюшона, черную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные ботинки Если вы знаете, где находится Исупов, звоните в полицию по телефону 02 Судебные приставы разыскивают злостного алименщика Баранов Алексей Владимирович, 1981 года рождения Уроженец города Яранска, не платит алименты своей 10-летней дочери Сумма долга – 483 тысячи рублей Если вы знаете, где находится Баранов, звоните по телефону 48 99 05 В Кирове неизвестные похитили экскаватор-погрузчик 2011 года выпуска Преступление произошло в ночь с 15 на 16 марта на парковке на углу улиц Производственной и Солнечной Особые приметы – на задних стеклах кабины и задней стреле была реклама с номером телефона 737 137 И была сломана левая подножка Если вы владеете информацией об этом преступлении, звоните по телефону 737 137 Вознаграждение гарантируется Михаил Вагин, место происшествия От падения с путепровода по улице Воровского в Толегино-Митсубиси-Лансер спасло ограждение Машина врезалась в троллейбус, а затем оказалась на боку Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварии» Слово моему коллеге Сергею Пичугину По данным ГИБДД, авария произошла в четверг в 10.25 вечера 44-летняя трезвая женщина-водитель Митсубиси-Лансер по касательной столкнулась с троллейбусом 7 маршрута После чего автомашину развернула и отбросила на ограждение, где она перевернулась В результате происшествия женщина, которая находилась на пассажирском сидении Митсубиси, получила травмы Однако после оказания медицинской помощи госпитализация ей не потребовалась На пятом километре трассы «Вятка» 59-летняя женщина-водитель «Фольксвагена Пола» Съехала с дороги и врезалась в препятствие Это дорожный знак «Пешеходный переход» В результате происшествия пострадал пассажир иномарки На улице Ломоносова водитель «Ауди-80» не рассчитал расстояние до попутного авто Не учел погодные условия и врезался в «Шевроле Лачетти» Иномарка, в свою очередь, столкнулась с универсалом «Митсубиси Лансер» Пострадавших нет Во дворах по улице Ленина водитель «Камаза» с прицепом пытался повернуть Но на ледяном спуске его грузовик снесло на два автомобиля Сначала под удар попала иномарка «Сузуки», затем «Лада Ларгус» Медицинская помощь никому не понадобилась В поселке Тужа водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и врезался в стену дома По предварительным данным, ни водитель, ни здания не пострадали На советском тракте водитель ВАЗа 14-й модели заехал почти на двухметровый сугроб Согласно сводке, инспекторы оформили ДТП и предложили автолюбителю приехать в ГИБДД От предложения водитель отказался Сергей Пичугин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Поехал на глазах полицейских На улице Некрасова сотрудники вне ведомственной охраны задержали пьяного бесправника на ладе 15-й модели Вы решили сразу нанести удар? Из-за чего? Из-за ревности Из-за ревности? Приревновало к сожителю Приложите еще, пожалуйста, к тому месту, куда нанесли удар В Новомятском районе 52-летняя Татьяна Солонгина совершила покушение на убийство Они все такие ха-ха-ха-хе-хе-хе вывели из машины, я его вытащила из водителя Вы спросите остановки вам? Нет, я не видела Обвинила в пьяном вождении Так у нас есть паспорт, где есть? Да, есть Какие? Паспорт есть? Драку между клиентами торгового центра на улице Ленина записали камеры видеонаблюдения Более 800 объектов под нашей охраной Охранное предприятие «Ангел» Сохранимо и защитимо В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем Решил сесть за руль 15-й на глазах сотрудников полиции Пьяный водитель на улице Некрасова Сотрудники вневедомственной охраны приехали в бар по тревожной кнопке Но автолюбитель их не постеснялся В итоге его задержали Ко всему прочему, оказалось, что молодой человек не имеет прав С нарушителем пообщался Сергей Пичугин Цемент есть? Нет, только поверх Водитель 15-й Константин Сразу признался, что у него документов на машину и прав нет Я не знаю, просто так получилось, что не стал учиться Ездить умею все правила, знаю просто Не стал все Это же большой такт, ну, вождение Ну, так же, с 10 лет на учили Так-то, получается, умеете, да, ездить? Да, умею все, все Правила все соблюдаются, знаю все Просто так получилось, что Учился и не доучился По словам Константина, он преданный телезритель программы «Место происшествия» Навидавшись разных водителей по телеэфиру, ему не хотелось выглядеть нелепо Водитель сразу признал свою вину и, несмотря на грубейшее нарушение, вел себя достойно Машину без права А, без права? Переставил Барал, барал А так вот резвый? Ну, выпил Выпил пиво Ногли? Ногли врачу Ногли? Два стакана пил Ничего не буду отказываться, гневадок, гневадок Вскоре к месту происшествия подъехал хозяин авто По словам мужчины, он часто дает ключи от машины Константину Не знали в том, что он в состоянии пьет? Подняли пьет, спросите Между тем, водитель уже подготовился к наказанию По словам Константина, друзья его рассказывали, что бывает за пьяное вождение без прав От пяти до тридцати тысяч штраф и десять суток, пятнадцать Уже бывали там? Не, не было ни разу Ни на учете не состоял, ничего нигде В ДТП попадали вот в ближайшие? Ни разу нигде ничего не попадал Ко всему прочему, Константину предстоит рассказать, вследствие чего на кузове Лады появились свежие повреждения Сергей Пичугин, место происшествия В Новоятском районе 52-летняя Татьяна Солонгина совершила покушение на убийство Женщина приревновала бывшего сожителя Андрея к его новой возлюбленной Оксане Однажды ночью пьяная женщина пришла к дому Андрея, чтобы выяснить отношения Зачем сюда пришли? Ну, чтобы посмотреть, здесь он или нет Кто? Андрей И везде находится или нет Ага, а как у Андрея фамилия? Овечкин А с кем с ней? С Оксаной Ночью у дверей квартиры Андрея Татьяна стояла с кухонным ножом Хотя Андрей уже был бывшим сожителем, женщина никак не могла простить, что он теперь с другой Ну что, попугатель Попугатель? Да Татьяна достала нож, зашла в квартиру, но пугать она не стала Сразу перешла к делу В этот момент сожители Андрей и Оксана лежали вместе на полу Вы решили сразу нанести удар? Из-за чего? Из-за ревности Из-за ревности? По данным следствия, обвиняемая нанесла потерпевшей два удара ножом в область живота и груди Приложите еще, пожалуйста, тому месту, куда нанесли удар В плечо, сюда вот, в лоб Преступление она не довела до конца, по независимым от нее обстоятельствам Так как проснувшийся от шума сожитель пресек ее преступные действия Пострадавшая была госпитализирована в больницу Судя по всему, в момент преступления женщина испытала сильное эмоциональное потрясение В наследственном эксперименте она утверждала, что ударила Оксану в руку Целились куда? В руку В руку целились? Да, че Согласно заключению эксперта, ваши удары пришлись в область грудной клетки Можете ли пояснить, как так, если вы говорите, что целились в свою руку? В руку Сейчас Татьяна Салангина арестована Ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство» Расследование продолжается Михаил Вагин, место происшествия Это еще не все Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Они все такие ха-ха-ха-хе-хе Выли из машины Я его вытащила из водителя Возьмите остановку Нет, я не видела Обвинила в пьяном вождении Драку между клиентами торгового центра На улице Ленина записали камеры видеонаблюдения Заплатил не только за бензин В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели В эфире проект «Место происшествий» Мы продолжаем Драку между клиентами торгового центра На улице Ленина записали камеры видеонаблюдения Женщина поборола молодого человека Затем вызвала наряд ДПС Если верить Кировчанке Она была недовольна, что пьяный парень Раскатывал по парковке И едва не сбил ее ребенка В ситуации разбирался наш корреспондент Сергей Пичугин Документы есть при Сергееве? Да, есть Такие паспорты есть По словам посетительницы магазина Олеси Другой посетитель Всеволод – пьяный водитель А всего несколько минут назад Он ездил по парковке на ладе 12-й модели И едва не сбил ее 6-летнего ребенка Они здесь устроили драйк-рейсер Поехали довольно-таки близко от моего ребенка У меня, естественно, материнский инстинкт Данный водитель сидел за рулем? Да, потому что я его... Цветные напитки употреблял? Нет, я не видела После того как он? Не видела, не видела Тележка стояла, мы вот с дочкой стояли там Они на очень быстрой скорости проехали То бишь тут вот так вот восьмерками Они проехали, ребенка прикрыла Побежала, это просто рефлекс был Вот и все Вытащить пьяного водителя Кадры инцидента зафиксировали камеры наблюдения Видно, как ВАЗ 12-й модели, что называется, нарезает круги по парковке торгового центра За маневрами авто наблюдает женщина с ребенком Затем машина проезжает мимо наблюдателей и поворачивает к стоянке возле здания Мать оставляет ребенка на месте, а сама идет к 12-й Из пассажирского места автомобиля выходит человек, которого девушка сначала валит с ног Потом она наносит ему два удара, ногой и рукой Далее посетительница оттаскивает своего неприятеля от машины Они все такие ха-ха-ха-хи-хи Вывали из машины, я его вытащила из водителя После остановки он спиртный? Нет, я не видела Я вытащила его за сиденье, отволокла Отволокла прилично Видели, как он заболеет? Да Запах алкоголя? Да Дочь моя видела За все волода заступился его друг Иван По словам мужчины, он тоже ехал в 12-й Мы вместе с ним ехали, он вышел из заднего сиденья И на него девушка накинулась Я к ней подошел и говорю, что не он был за рулем А водителя не знаю, где водитель куда-то ушел Олеся написала объяснение полицейским о том, что в Севолод ездил на 12-й Сам же молодой человек пояснил, что за рулем Лады сидел таксист Сейчас оба участника инцидента ждут судебного заседания На суд наверняка пригласят и свидетелей Также на процессе изучат записи с камер наблюдения Сергей Пичугин, место происшествия На улице Щерса на АЗС камера зафиксировала, как водитель иномарки оборвал заправочный пистолет Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели Поддержка рубрики «Видеорегистратор» юрист Антон Долгих На улице Щерса водитель иномарки поторопился уехать с АЗС Что-то как-то было, подальше было, подъехал было Ага Ой, блин Эй, что, ладно, как здесь Заснял? Заснял, заснял Время пол девятого Как здесь Это чё? К счастью, для водителя автомобиля с камерой ни пистолет, ни топливный шланг не прилетели ему в лобовое стекло Скрываться с места происшествия мужчина на иномарке не стал, ему пришлось заплатить штраф На улице Производственной водитель машины с регистратором отвлёкся на магнитолу и не заметил припаркованную Мазду На улице Лепсе били лежачего на асфальте трое молодых людей кавказской внешности Вы издеваетесь? Спросил он Я, пожалуй, ключами Отчего же? Я правда её убью Сказал он Били руками, ногами и впоследствии потащили его на обочину Судя по видео, никто из автомобилистов даже не пытался их остановить Потом на помощь пришли двое пешеходов На улице Володарского водителю внедорожника не понравилось, как была припаркована Лада 13 модели Да это 200 долларов в год Но что же направляет его, спросил Рита А вот этот самый барабан на матча Зеркало взломало После удара зеркало не отпало, а повисло на разбитых креплениях На улице Клыновской снег завалил две припаркованные иномарки Ох ты, ерд! Судя по видео, глыбы были небольшими, автомобили пострадали, но не так серьёзно На улице Герцена лихач на газели учился навыкам экстремального вождения На прямой дороге он специально заносил фургон На улице Чистопрудненской таксист решил объехать пробку по встречной полосе Чё, кот, б***ь? А? Пошёл ты, б***ь! Иди туда, давай, поехали туда! Поехали туда! Автор видео оказался принципиальным водителем Впрочем, немного постояв, таксист объехал машину с регистратором Там же, в Чистых прудах, водитель машины с камерой наблюдал с виду пьяного мужчину Который опрокинул контейнер и выбрасывал мусор на дорогу А на Казанском тракте не мусором, а песком Дорожники решили заровнять дорогу Ремонт дороги, б***ь! И в продолжении темы дорог На трассе Киров-Белая Холуница Водители запечатлели ударную поездку по ямам В Кирове на улице Тургенева дороги уже выравнивают деревянными дверями Девушка за рулём машины с камерой не могла проехать глубокую яму Помог девушке мужчина с топором По словам автора видео, он просто шёл мимо, прогуливался На одной стороне ямы были кирпичи, на другую он положил дверь В итоге машина проехала Автор видео выражает свою благодарность этому человеку за добрый поступок Михаил Вагин, Место происшествия На этом всё Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия И сняли его на свой мобильный телефон Или на любительскую видеокамеру Присылайте своё видео на наш электронный ящик mpkirovsobaka-inbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия Вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok